СОЛЫМСКОЕ ГРУППЫ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ Концерн «Шелл» и компания «Эвихон» – дочернее подразделение компании «Сибирь Энерджи». СПД сегодня – одно из самых динамично развивающихся нефтедобывающих предприятий Хантамансийского автономного округа. Это большой интернациональный коллектив, в котором работают около 700 российских и иностранных специалистов из 14 стран. На Солымский проект работают также около 3,5 тысяч сотрудников подрядных организаций, большинство которых составляют российские компании. Отправной точкой пути к большой нефти СПД можно считать 2003 год, когда акционерами СПД было принято решение о реализации Солымского проекта в рамках действующего налогового режима и утвержден бюджет в размере свыше 1 миллиарда долларов. В соответствии с этим решением СПД разрабатывает программу первоочередных работ на 2003-2005 годы. Цель программы – ввод в промышленную эксплуатацию Западно-Солымского месторождения, крупнейшего по запасам нефти в Солымской группе, в четвертом квартале 2005 года. Осень 2003 года. Начинаются работы по обустройству месторождения. Строится всесезонная автомобильная дорога протяженностью 50 километров, которая должна обеспечить доступ к месту строительства нефтепромысловых объектов на Западном Солыме. Весна 2004 года. На Западно-Солымском месторождении построена первая кустовая площадка. 30 апреля, согласно намеченному графику, начинается бурение первой нефтяной скважины. Декабрь 2004 года. Начинается добыча нефти из первоочередных скважин на год раньше установленного лицензионным соглашением срока. Январь 2005 года. На Западном Солыме разворачивается строительство ключевых объектов промысловой инфраструктуры. Март 2005 года. Компании СПД присуждается престижная премия «Российский национальный Олимп» в номинации «Топливно-энергетический комплекс». Весна-лето 2005 года. На Западном Солыме строятся новые кустовые площадки. Работают четыре буровые установки. За счет оптимизации технологических процессов срок бурения одной скважины сокращен до 14-15 дней. Установлен рекорд проходки скважины – 11,5 суток. Сентябрь 2005 года. На ежегодном конкурсе «Черное золото Югры» СПД признана победителем в двух номинациях – за социально-экономическое партнерство и самое динамично развивающееся предприятие с годовым объемом добычи до 1 миллиона тонн нефти. Ноябрь 2005 года. Построенные кусты скважин, внутри промысловые трубопроводы, УПН и трубопровод внешнего транспорта нефти подключены в единую систему. Задача ускоренного ввода в промышленную эксплуатацию западно-солымского месторождения выполнена. На западном Салыме создан крупный современный нефтепромысел. До конца 2005 года на западно-солымском и верхне-солымском месторождениях будут освоены 52 скважины. Годовой объем добычи нефти превысит 300 тысяч тонн. В 2006 году будет введено в разработку и водолыбское месторождение. А суммарный годовой объем добычи нефти на всех трех месторождениях Салымской группы достигнет 2 миллионов тонн. К 2010 году объем добычи возрастет до 6 миллионов тонн в год. Это новые рубежи СПД в реализации Салымского проекта. Самого крупного нового проекта в нефтедобывающей отрасли Западной Сибири. При освоении солымских месторождений СПД стремится взять на вооружение все самое ценное и передовое из российского опыта нефтедобычи и соединить это с лучшими достижениями из практики ведущих международных нефтяных компаний. Все офисы СПД – ключевые объекты промысловой инфраструктуры – интегрированы в единую корпоративную компьютерную сеть концерна «Шелл». Сотрудники СПД имеют доступ к информационным ресурсам «Шелл» и интернета непосредственно с площадки «Буровой». В СПД введена в эксплуатацию единая система управления процессами разведки и добычи нефти и газа, разработанная в концерне «Шелл» на базе программного продукта «САП». Передовые технологии находят применение и в сфере нефтедобычи. В 2006 году на Водолыбском месторождении, впервые в нефтедобывающей отрасли России, начнется опытно-промышленная эксплуатация так называемых «умных скважин», оснащенных автоматизированным оборудованием для одновременно раздельной добычи нефти и закачки воды. Из 95 скважин, которые предполагается пробурить на северном участке Водолыбского месторождения, 36 скважин будут оснащены оборудованием для одновременно раздельной добычи нефти. Это выведет СПД на лидирующие позиции в мире по эксплуатации автоматизированных скважин. При освоении Салымских месторождений, СПД считает своим долгом осуществлять свою деятельность, не причиняя вреда людям, охранять окружающую среду и всемирно способствовать тому, чтобы все сотрудники и подрядчики СПД следовали этим принципам. Корпоративные стандарты СПД в области охраны здоровья, труда и окружающей среды основаны на требованиях российского законодательства и международных стандартах концерна «Шелл». Решая производственные задачи, СПД не забывает о своей социальной ответственности и с первых дней реализации Салымского проекта принимает деятельное участие в решении вопросов социальной сферы в регионе. В течение 2003-2005 годов на эти цели выделено свыше 2,5 миллионов долларов. Самый социально значимый проект СПД – строительство нового детского сада на 210 мест в поселке Салым, который откроется в будущем году. На средства СПД выполнена работа по ремонту и улучшению технического оснащения местных школ и детских дошкольных учреждений. В больнице поселка Салым передано медицинское оборудование местным школам «Партия компьютеров». СПД оказывает финансовую поддержку в создании постоянной экспозиции Музея геологии, нефти и газа в Хантамансийске, а также в проведении крупномасштабных мероприятий в области культуры и спорта. Салымский проект оказывает благотворное влияние на экономическую жизнь региона. Это новые рабочие места для местных жителей, это новые возможности для местного бизнеса. Десятки региональных компаний участвуют в строительстве объектов промысловой инфраструктуры, оказывают транспортные и другие услуги. За счет уплаты СПД и подрядчиками компании, предусмотренных законодательством налогов и сборов, в федеральные и региональные бюджеты поступают сотни миллионов рублей. По мере увеличения объемов добычи и реализации нефти, отдача от Салымского проекта будет расти, что будет способствовать экономическому развитию региона и России в целом. По предварительным оценкам, при сохранении текущего уровня цен на нефть, налоговые поступления в бюджеты разных уровней за весь период реализации Салымского проекта составят более 12 миллиардов долларов. Продолжение следует...